Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Игорь, и сегодня мы с вами поиграем в игру 60 секунд. Попробуем, наконец-таки, выжить и дождаться военных. Может быть, нас кто-нибудь и спасёт. Да, также хотелось бы добавить, что давненько мы с вами не слышались. Давненько, ребятки. Приехал я с работы, немножечко поработал, и теперь, я думаю, нужно браться за дело. Смотреть дальше, проходить различные игрушки. Воследний колец. Воследний колец, конечно же, не оставляем, а у нас будет. Дальше посмотрим, как будет. Что-то как сложится. В принципе, воследний колец у нас будет, я думаю, ещё долго. Довольно-таки долго. Давайте начнём. Да, сегодня мы с вами продолжаем проходить. Точнее, не проходить, а даже выживать. В игре 60 секунд. Кто нас спасся? У нас есть рыженький мальчик, забык его зовут. Тимми, Тед и Доларес. Да, Доларес. Дочурки у нас нету. Дочурки у нас нету. Мы играем в режим выживания. Поэтому, походу, мы её не успели взять. Да, я думаю, она нам не нужна. Она какая-то толстая, мне кажется, она ест очень много. Поэтому, ну её нахер. Пускай там где-нибудь шастает. Так, что мы с вами прихватили? Мы взяли с собой ружьё, шашки, карты, противогаз, довольно-таки припасов немало. 5 консерв, запасы еды и 6 бутылок воды. Ещё дихлофос взяли мы с вами. Также ещё есть руководитель бойскаута. Довольно-таки полезные вещи. Давайте попробуем выжить. Фух, понеслась, ребятки. А день первый. Почти все из нас спустились вовремя. Там сейчас нечего делать. Но нужно начать приготовить банки. Наши полки полны банок с супом. Мы будем есть из них, мы будем спать на них. Мы даже будем разговаривать с консервами. Некоторые из нас уже начали этим заниматься. У нас много воды. Это значит, нам не нужно беспокоиться о ней в ближайшее время. Это самое заполненное ресурсами убежище, которое мы только видели. Правда, мы их вовсе не видели, но мы уверены, здесь достаточно большое количество снаряжения. Время раздать припасы. Да, я думаю, пока никому не будем давать. В принципе, первый день. У всех пока всё хорошо. Играя в карты, говорили они, будет весело, говорили они. Мы не думали, что при выборе правильного ответа будет столько проблем. И такая птичка у нас, да, нарисована? Ещё чек гейгера, да? Вы слышите, я как он долбит по ушам. Сразу напоминает сталкер. Старый, доблый... Доблый... Добрый... Добрый сталкер. Так, что у нас на день второй? Мы поиграли в игру под названием «Правда или желание». Как выяснилось, наиболее распространённый вопрос был, собираемся ли мы что-то есть, кроме томатного супа. На этом мы решили закончить эту игру. Чем бы заняться сейчас? Ничего нового о теме. Доларес выглядит довольно-таки хорошо. Это утро было достаточно спокойным для Теды, и у него всё замечательно. Ну раз всё хорошо, значит... Значит, нам пора отправить кого-то наверх. Может, на отверстии всё ещё царит радиация, и идти в пустоши на данный момент небезопасно. Тем более, вы можете заболеть. Ага. Лазненько. Тогда не пойдём. Тогда все останемся здесь. Там снова кто-то идёт. Шумы, постоянные шумы, всё это время. Откуда они приходят? Из трубы? Стены? Что за дверью? Мы не знаем, что это сводит нас с ума. Мы должны есть... О, сесть и расслабиться. В противном случае мы получим паранойю. Да, ребятки, давайте, собирайте. В картишке, там, в покер, может быть. У дурачка. 21. Ну, что-нибудь в этом роде. Так, день третий. Вот это жажда. Жажда у Долареса тоже. И у Тимми. Тоже. Легкое обезвоживание. Мы немного повеселились. И это помогло нам забыть обо всём. Что это было? Мы не можем оставить Тимми без воды слишком долго. Там должно быть немного воды для Долареса. Угу, 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 угу. Окей. Давай. Тогда по водичке раздадим. Похоже, что мы там всё ещё царит радиация, а идти в пустоши. Ладно. Так, сидим ещё. Мы не думали, что будем рады увидеть танцующего таракана. Мы видели одного большого, как кошка. Хорошая новость. Он отпугнул крыс. А плохая новость, он может напасть на нас. Давай, мать. Давай. Тихо, фосом. Попробуем. И мы справимся. Так, день четвёртый. Мы избежали шальной пули на этот раз. Сходой пули было восемь ног и светящаяся голова. Надеюсь, мы её больше не увидим. Тимми в наилучшем состоянии. Интересно, как долго это продлиться? Либо Даларис чувствует себя хорошо, либо она просто не знает, на что жаловаться. С тэдом ничего не происходит. Нет проблем. Всё окей. Ну что теперь? Нет, ребятки, мы не можем так долго сидеть. Нужно кого-то отправить всё-таки на улицу. Пускай проверит. Тем более, нам нужна радиация. Судя по предыдущим сериям, что мы записывали. Что мы проходили. Там будут военные. Насколько мне помнится. Поэтому нам нужно радио... О, радиация, говорю. Радио нам нужно. Нужно радио. Сейчас я просто свою жизнь ради нас. Поможем им направить на улицу. Помогу им. Ну давай. Тимми. Погнал. Мы хотим, чтобы всё поскорее закончилось. Сидеть здесь, ждать спасения. Это сводит нашу семью с ума. Ну сейчас. Пацан сбегает, посмотрит. Ещё да как. Ооо, радиация. Надеюсь, скоро придёт то время, когда мы оставим это коклятое убежище. Хоть Тимми не похож на стиль ему мальчика, но выглядит он прекрасно. Либо Даллорес чувствует себя хорошо, либо она просто не знает на что жаловаться. С Тэдом вроде всё в порядке, даже если мир катится в дерьмо. В плохое место. Короче говоря. Всё нормально. Давай Тимми. Погнал. Удачи, малыш. Ты справишься, я думаю. День шестой. Посмотрим. Тимми вышел на пустоши. Мы не знаем, что мы будем делать, если он не вернётся. Там должно быть немного воды. Она нужна Даллорес. Тэд голоден. Тэд должен выпить что-нибудь в ближайшее время. Дедника. Давай Тэд. Кушай, пей. Живи, короче. Это очень трудно готовиться к неожиданным последствиям. Мы не можем сказать, что готовы к тому, что сейчас происходит. Фу, ребятки. Ну, я думаю, сегодня всё-таки мы постараемся выжить. Дождаться военных. Любой ценой. Нужно что-то делать. Тэд. Давай раз. В принципе, всё окей. Кто знает. Может быть, новый мир даст новые возможности, и в этом не будет ничего плохого. Жизнь трудна, особенно сейчас. Но, несмотря на это, Даллорес прекрасно себя чувствует. Надеемся, что она останется такой. С Тэдом не произошло. Ничего нового. Да, мы с вами уже прожили неделю. Девальше неплохо. Пошло некоторое время, и мы мало знаем, что происходит на поверхности. Эх, если бы мы могли настроить радиостанцию и узнать, что происходит. Было бы у нас ещё радио. Было бы замечательно. Но без радио... Конечно, херовастенько. Херовастенько. Говорят, счастье в темноте. Если мы не узнаем, что происходит, мы непременно сойдём с ума. Даллорес должна что-нибудь поесть. Вот это и нет никаких проблем в этом прекрасном утро. Даллорес, давай супчика. Хребни. Мы планировали поехать на Ниагарские водопады и увидеть их красоту. Но мы никогда не ожидали получить водопад в наш бункер. Трубы лопнули, и вода льётся в наш бункер. Ложно спасать запасы. Так. Я сейчас сижу, вспоминаю прошлые серии. Там, по-моему, военные просили карты, да? Карты им нужны были. Поэтому сейчас, я думаю, мы используем... Да, нужны были эмигральные карты. Сейчас мы используем карту местности. И... Вот так будет лучше. Кто там? Тедди вернулся. Ой, Тедди, говорю, Тимми. Голодание, болеет, усталость. Ничего страшного, нормально. О, хорош. Фух, нам повезло. Наше убежище чуть-чуть не было затоплено водой. Твою мать. А почему вы взяли карты игральные? Я же... Я же карту местности ковал. Или нет? Походу я заговорился, ребятки. Твою мать, а. Ну ладно. Наши головы еле держались над водой. Мы даже не могли открыть люк перед тем, как мы вспомнили лучшие моменты своей жизни. Вода успела спасть. Мы спасены, но теперь пора прибраться. Мы так боялись за Тимми, но все же он вернулся с пустоши, и теперь он в безопасности. Трудно было рассказывать о том, как этот город превратился в обломки, но мы нашли газовую станцию, которая больше не выполняет свое предназначение. Осталась только пара перевернутых машин и стенд, который, наверное, стоял здесь очень давно. Здесь есть заброшенная автозаправка. Мы быстро узнали логотип компании. Да, логотип компании, которая производит томатный суп. Мать ёлку. Фух, сколько можно жрать томатный суп? Один томатный суп. Это же вообще жесть. Вокруг стенда мы нашли пару бутылок воды, которые явно были повреждены. Трудно подумать, что на этом месте когда-то стояла труба. Мы были удивлены, когда нашли в одной из машин почти седенный бутерброд из спрея джуков. А по лобутке мы нашли колоду карт. После того, когда мы взяли и посчитали их, мы заметили, что там отсутствует только две шестерки. Довольно играбельные карты. О! Карты ушли, карты пришли. Замечательно. Тимин нуждается в пище. Сейчас или никогда Тимин... А, сейчас или никогда. Тимин не очень хорошо себя чувствует. Тимин сильно устал. Долорез долго не протянет без воды. Опять действительно хочет пить. Так, аптечки у нас нету. Так, подожди. Долорез. Жажда. Так, жажда. Доладание. Понял. Понял, 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 понял. Давай супчик хряпни. Только не боливани. Не уверены в том, какая ситуация сейчас на версии стих. Проходить на экспедицию рискованно. Но мы можем добыть немного припасов. Конечно, давай. Отправим мы Теда. Или не отправим? Блин. Не знаю. Ну давай, Тед. Ты считай. Мужик. Мужик в семье должен что-то делать. Должен что-то принимать. Поэтому пойдешь ты. Трудно не унывать в такой ситуации. Мы искренне надеемся, что скоро этому кошмару придет конец. Иначе всем пистец. Да. День десятый? Так. Иначе мы могли бы найти для себя еще больше проблем. Тимми очень голоден. Немного воды для Тимми было бы прекрасно. Говорит, заволен тихо в данной ситуации. Тед говорит, что он в порядке. Нет, нужно забыть о нем. С ним все в порядке. Тимми. Ты что, дружок? Живи давай. Что пойдет? Давай Тед. Решили, что пойдет Тед. Удачи, мужик. Не подведи свою семью. Не загнись там на поверхность. Живи. Так. Тимми очень голоден. Сегодня день был относительно спокойным для Доларес. Тед отправился на поверхность. Мы надеемся, что он вернется в ближайшее время. Да, вернется. Что с ним будет? Так, подожди. Стой, 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 стой. Тимми херова, да? Ага. Тимми голоден. Доларес в порядке. Ладненько. Ну, слава богу, у нас припасы есть. Это хорошо. Тимми не говорил ни слова о том, что он поцарапал ногу на какой-то острый кусок металла. На прошлой экспедиции его рано выглядит ужасно. Ее нужно как-то вылечить. Вылечить топором ногу? Да вы что, издеваетесь? Да, Ларес, ну ты... Ее... Ну ты дура, конечно. Просто отрубить ногу. Больная. Извините, но у нас пока ничего нету. Поэтому... Крепись, малыш, крепись. Ничего тут не поделать. Так. Лучшее лекарство от всех болезней это стиснуть зубы. И теперь правильно наша бабушка говорила. Царство ей небесное. Она получила лягушку в 25 лет. Что? Какую лягушку? Ладно, не суть. Тимми должен съесть что-нибудь. Есть одна необходимая вещь. Весь вещь. Это вода для Доларес. Тимми съесть и вода для Долареса. Окей. Давай вот так. А пока у нас есть вода, мы можем долго сидеть за прием. Мы надеемся, что храбрые солдаты придут спасти нас. Тим показал нам комиксы о супергероях. Он сказал, они могут существовать. Мы должны установить контакт с военными. Нечем. Нечем устанавливать контакт. Если бы Тед принес радио, было бы вообще замечательно. Будем надеяться. Есть одна вещь, в которой мы нуждаемся. Это регулярные экстренные радиотрансляции о нашем районе. Это так. Ну или прогулки по нашей улице. Но в первом варианте мы нуждаемся больше. Тимми желает яблочного сока. Но сейчас мы можем дать ему только воды. Доларес в прекрасном состоянии. По крайней мере, в прекрасном по меркам маленького движища. Так, Тимми. Давай, пей воду. Захотел ты сок. Какой кисок? Сейчас не то время. Играя в игру, можно хорошо убить время и неплохо развлечься. Это отвлекает нас от проблем. Игры хорошо влияют на нас. Так почему бы не играть в них постоянно? Действительно. Почему бы и не играть? Постоянно. Тем временем мы продержались две недели. Сегодня мы поиграли в игру. Я шпион. И это было весело. Первые три минуты, но потом все попросту надоело. Нажимать на буквы. Надо будет найти игру проще этой. Если мы не вылечим Тимми, от его болезни станет хуже. Золорез, должна что-нибудь поесть. Тимми, держи воды. Может, это ей как-то как-нибудь поможет? Я шо не знаю. Мы не думали, что будем рады увидеть танцующего таракана. Но и видели одного большого, как кошка. Хорошая новость. А, это было все. Давайте сейчас попробуем тогда бойскаут. Как он им поможет? Мальчуган, да плохо совсем. Фух, было близко. Гнездо этих жуков могло заставить нас переехать на пустоши. Тараканы это ужасно. Но радиоактивные тараканы еще хуже. Если мы не вылечим Тимми, от его болезни станет хуже. Это понятно. Нам нечем лечить. Голорез долго не протянем без АВД. Ну давай. Давай, водички. Водички тебе. Ага. Наше терпение подходит к концу. Мы думали выйти наружу на пару минут, но это было... Это было бы прекрасной идеей. Но как только мы вышли, мы заметили, как пара животных, светящихся... Светящихся глаз, плеснуло из темноты. И это животное начало рычать самым ужасным образом. У нас было пара секунд, чтобы решить, что делать. Стреляй в Харрио. Давай. Кто там, Тимми или Долорес? Чё, всё нормально? Так, болеет, всталость. Долорес в порядке. Одного быстрого выстрела с винтовки было более чем достаточно, чтобы отпугнуть или, может быть, ранить то существо, что преследовало нас в темноте. Мы больше никогда не видели его снова. Правильно, как бы выстрелил её в жопу и всё. Будет знать, как лезть. Тимми выглядит бледным. Это плохо. Либо Долорес чувствует себя хорошо, либо она просто не знает, на что жаловаться. Мы не одни. Здесь есть большой волосатый кролик-дьявол. Похоже, что он прячется в наших трубах. Один раз он высунул голову и смотрел на суд. Мы не можем допустить, чтобы он добрался до него. Мы не можем допустить его присутствия здесь, пока не спим. Окей. Давай-то ружьишком. Вот это ты красавец. Вот это ты хорош. Хорош ты. Вообще мужик. Правда, ружьё расхерачили к ебаням. Ну и ничего страшного. У нас есть радио. Вот это красавчик, а. Красава, мужик. Вообще хорош. Ура! Наши припасы спасены. Это плохие новости для волосатых мутантов. Думаю, мы всё ещё вершина в пищевой цепи. Чёрт. Наша винтовка взорвалась, пока мы пытались выстрелить в эту тварь. Тед успешно вернулся из своего путешествия на поверхности. За банальным хлебом с маслом мы любили захаживать в магазинчик. Рядом с парикмахерской они имели самого лучшего клерка. Он всегда просил нас приходить снова. Мы нашли его абсолютно нетронутым. Мы нашли пол с надписью всего за 99 центов. Единственное, что осталось, это бутылки с водой. Дорогие, зараза. Четыре бутылки с водой. Неплохо так, неплохо. Прилавки магазина были жутко грязными. Всё, что удалось найти, это использованную жевательную резинку и сигарету. С другой стороны, мы нашли радио и различную музыку к нему. Неплохо. Противогаз одиноко висел на стене, но мы воспользовались моментом. Тимми желает яблочного стопа, но и сейчас мы можем дать ему только воды. Долорес в прекрасном состоянии, по крайней мере, в прекрасном померке маленького убежища. Живой Деда урчит. Дед действительно устал. Давай, Дед. Тебе же воды дам. И давай, Рыжий, тоже бей. Состояние пустошей всё ещё неизвестно для нас. Может быть, приснуть и выйти наружу? Живёшь ведь только один раз. Долорес уверенно. Ну давай, давай, Долорес. Сходи, посмотрим, чё там, чё-то как. Единственное, кто может гости нас, это правительство. Ругай их сколько хочешь, но заберут нас только тогда, когда придёт время. Мы добропорядочные граждане и ежедневно платим налоги. Что они для нас сделали? Правильно, фиг что сделали. Но остаётся только ждать их сигнала. Давай. Фух. Так. Даже сколько у нас... У нас должно быть два противогаза. Почему только один? Странно, до этого ещё один был весёл. А мы знали, правительство не пало, они идут к спасению граждан. Они не дали точных дат, но мы уверены, что они не заставят нас ждать очень долго. Они сказали, что в ближайшие десяток дней спасут нас, и сказали ждать дальнейших инструкций. Тим очень голоден. Есть одна необходимая вещь, это вода. Долорес уйти, да дурчит. Вода, похавать. Похавать. Держи ещё воды. Так. Долорес, давай. Нам нужна аптечка. Может, ты что-нибудь найдёшь. Удачи. Ты чё? С ума сошёл, что ли? Более. Чё тебе вообще дохерово? Тед, ты чё, живой? Давай, борись, мужик. Тим и отдохну. Долорес на пути к поверхности. Будем надеяться, что она вернётся в целости и сохранности. Тед, голоден. Тед, тед, тед. Так, давай. И воды. Мальчугану. Может, придёт в себя. Казалось, апокалипсиса будет достаточно, чтобы погасить любые наши споры. Однако, когда будущее не окрашено красиво цвета, когда смотришь на голые стены, остаётся просто поднять себе настроение. День двадцатый. Так, тед. Так, тед, жужда. Тим и похер, да? Он просто болеет. Так, ну перестали спорить, но надолго ли? Тим и выглядит бледным. Это плохо. Всё, что нужно Теду, это несколько капель воды. Да нет проблем, Тед. Чё, четыре бутылки принёс? Чё, конечно, пей. Ёп, макарёк. Мы либо сходим с ума, либо по стенам ползают маленькие насекомые. Или хуже, это пауки. И какими миниатюрными они не были, это очень жуткие звери. Мы должны что-то сделать. Давай бойскат почитаем. Может, что вычитаем? Ой, кто-то там кашляет. Так. Мы всегда знали, что книги очень полезны. Особенно, как оружие холодной войны с насекомыми. Боязнь не уведёт их из нашего убежища. Боязнь нашей книги. Пока мы не выкидывали их из убежища, мы нашли бутылку воды. Удачная охота. Тим и выглядит уставшим. Это в порядке. Окей. Тогда продолжаем. Чёртовы маньяки, зачем вы взорвали его? Ах, ну вот всех нахер. Чёртовы бабушки. Мы должны были предупредить соседей, когда они взорвали барбекю... Барбекю. Прошлой весной. Джалорес пришла. Джалорес, дорогуша. Мы молодец. Вот это, ребятки, вообще живём. Вот это... Вот это вообще... Хорош, Джалорес, хорош. Вообще... Магёт, магёт. Кто знает, может быть новый мир даст новые возможности. И в этом не будет ничего плохого. Мы рады увидеть Далорес после успешного возвращения к спустоши. Это может показаться паранойей, но мы думаем, что кто-то шёл за нами. Надеюсь, что это не повторится. Когда экспедиция заметила в небе самолёты, мы боялись, что попадёт... А, что попадает ещё больше бомб. Но, к счастью, с неба начали падать ящики. Надеялись, что мы сможем взять себе хотя бы один. Однин. Вот это перевод, конечно. Однин. Хотя бы один. Пока другие не забрали все припасы. Еда, еда. Это то, что нам нужно. Что упало на этот раз? Хлеб, сыр, мясо? Шоколад? Нет. Томатный суп. Ура. На, там этот томатный суп. Я бы, наверное, проблевался от него сто раз. Кто-то забыл снарядить некоторые ящики чем-то, что защитило бы их падение. В итоге, многие бутылки из воды попадали на землю. Очень удачно, чтобы пара из них уцелела. Надеемся, нам этого хватит. Плюс две бутылки воды. Каждой ответственной и почётной семье нужна аптечка, заполненная высококачественными лекарствами. У нас почти не оставалось никаких препаратов. Мы терпеливо ждали. Мы не ожидали, что медицинский контейнер упойдёт на голову другому выжившему. Это было довольно полезно для тех, кому нужна была помощь. Нам понадобились некоторые припасы. Мы думаем, что коробка, которую мы нашли, предназначена для лесорубов. Здесь полно топоров. Мы взяли этот. Плюс один топор. Неплохо. Немного воды для Тимми было бы прекрасно. Доларес попросил. Если она что-то не съест сегодня, она не доживёт до утра. Доларес сильно устал. Тит-то сильно устал. Так. Подожди. Тимми воды. Давай, Доларес, попей ещё. Чтобы тебе получше стало. Так. Ты вроде в порядке, да? Смотри-ка. Поклемался. Похоже, что снаружи достаточно тихо. Может быть безопасно, а может быть и нет. Мы не узнаем, пока не выйдем. Тимми готов. Он может пойти на пустоши. Давай, Тимми, красавчик-малец. Одну вещь, которую мы точно не ожидали, это узнать, что за дверью стоит банда людей. Где-то зелёная. Они сказали нам, что они должны забирать богатых и отдавать бедным. Это и вправду с нами случилось. А, это и вправду с нами случилось. Стоит ли впускать этих клоунов? Да пошли они в жопу. Видите, у нас много припасов. Много. Они скажут, что мы богатые. Откуда у вас столько припасов? Отдавайте всё сюда. Идите нахер. Блюдачно. Я знаю, мы таких. Так, ну вроде в порядке, да, всё? Вроде всё хорошо. Так, ты чё? Замученная. Замученный. Тиме был очень болен. И не было ничего, что мы могли бы сделать, чтобы ему стало лучше. Он понял, что... Он понял это и вероятно решил, что он лучше будет для таких безответственных вранителей. Да-да. Уже язык заплетается. Он покинул нас, короче говоря. Мы не ответили на внушительный стук в дверь до тех пор, пока всё не затихло. Мы не были уверены, что эти люди нам друзья. Можно ли доверять людям в такие смутные времена? Они могут быть хуже, чем дьявол. Толарес должна что-нибудь поесть. Толарес выглядит уставший. Тед должен выпить что-нибудь в ближайшее время. Тед отдохнул. Толарес, поесть. Ага, Тед выпить. Поесть и выпить. Фу, ну что? Рыжий парынёк у нас всё. Слился. Не то у нас непонятно оружие всего, и все едят дома. Рыжий слился. Ну ладно, хер с ним. Думаю, выживем его вдвоём. Нужно только связаться с военными, и всё будет хорошо. Толарес должна что-нибудь поесть. С Тедом вроде всё в порядке. Даже если мир катится в дерьмо. Плохое место, проще говоря. Тай. Лист. Ну давай, покушай. Супчику. Тед. Нет, Тед. Мы пока останемся дома. Нам удалось получить сообщение от военных. Отлично. Отлично, этого мы и ждём. Они готовят спасательную операцию. Нам срочно нужно ставить свои координаты, чтобы они узнали, где мы находимся. В противном случае, нас оставят. Конечно, давай. Покажем на карте. Мы быстро узнали, где мы находимся. Мы оставили постание в бутылке. Доларес не ела некоторое время. Доларес долго не протянет без воды. Тед голоден. Доларес, ты чё паникуешь-то, а? Тед голоден. Тед голоден. Ну давай, с лупчика хряпни. Не, пока сидим. Пока сидим. После всех дней, проведённых в бункере, мы очень плохо пахнем. Это не сильно нас беспокоило, пока мы не начали часто болеть. Почему бы не принять душ? У меня нет мыла. Ищите что-то другое. Ну давай. Тифло-хосом. Не знаю, как вы, конечно, будете мыться им. Да. Как-то странно. Мы наконец нашли достойное применение. Спреи от насекомых. По крайней мере, он пахнет лучше, чем мы. Запах сносный, по крайней мере. Ну, не знаю, не знаю, ребятки. Странно всё это. Доларес выглядит довольно хорошо. Где вода, когда ты не так нуждается? Да сейчас будет. Успокойся, всё есть у нас. Нет, все сидим. Трудно не унывать в такой ситуации. Мы искренне надеемся, что скоро этому кошмару придёт конец. Начи всем пиздец. Сейчас главное дождаться военных, ребятки. Главное дождаться. Вы помните, да, что было в прошлой серии? В конце нам к нам просто пришли бандиты и всё. Всё забрали. Просто обворовали. Иначе мы могли бы... Понятно. Доларес в прекрасном состоянии. По крайней мере, в прекрасном померке маленького бежища. Это утро было достаточно спокойным для Теда. И у него всё хорошо. Ладненько. Окей. Есть хорошие новости. Правительство только что объявило, будут падать ящики с припасами в нашей области. Наконец-то они хоть как-то полезны. Мы должны выбраться, чтобы добраться до этих ящиков. Как можно скорее прихватить с собой средства защиты. Может быть неплохой идеей. Ну давай, возьмём. Конечно. Пригодится. Так. Замученный. Уже на жду осталось замученный. Та коробка с припасами, которую мы нашли, не была... Собрана. А, не была очень большой. Но там было собрано среднее количество припасов, которые точно помогут нам. Мы были очень счастливы, когда нашли... Когда нашли пару бутылок воды и консервы. Сначала мы подумали, что это мясо, но мы ели только томат и суп. Томат и суп, а? Наша теория о том, что вся страна ест томаты, оказалась... Правильно, это да. Томат и суп. Вода. Всё, чего хочет Далрес. Стадом. Не произошло ничего нового. Ну давай. Давай всем воды. Слабо, у нас её много. Поэтому пускаем. Ах, боже мой, мы только что вспомнили, что планировали поездки на юг. На целых два месяца. Если он ещё там, мы поедем, верно? Мы уверены, что мы не стали бомбить тёплые места. Да-да, конечно, мне кажется, на всё какие-то ебаня. Расфигарили. Ну что, мы с вами прожили почти месяц. Двольненько, неплохо. Наш переезд, вероятно... Наш переезд, вероятно, мы обсудим это после того, как выберемся отсюда. Если бы в Далрес что-то произошло, мы бы написали об этом. Стэдом не произошло ничего нового. Окей. Остаёмся. Остаёмся дома. Чем больше мы знаем, что происходит в мире, тем лучше для нас. Давайте соберём все семьёй и настроим радио. Ну давай, соберитесь всей семьёй. Хотя у вас сына с дочкой уже нету. Ну ладно, соберитесь всей семьёй, соберитесь. Замученный, осталось здесь замученный. Однажды, роясь на просторах радио волн, мы нашли сериал. В нём говорилось, что инопланетяне с Марса похищают людей. Это было очень забавно. Далрес выглядит довольно хорошо. Стэдом вроде всё в порядке. Окей. Ну, блин. Не знаю, отправить Теда, что ли? Оттуда много энергии. Он намного готов. Ну давай, Тед, прогуляйся. Мы чувствуем, как будто что-то пристально смотрит на нас из угла убежища. Мы думаем, это крыса. По крайней мере, выглядит как крыса. Крыса, сидящая на прекрасной диете. Мы решили сделать что-то с ней. Давай топориками изжахнем. Так. Чтобы это не было, оно мертво. Надеюсь, мертво. Может быть, здесь прячется кто-то ещё более противный. Далрес не ела некоторое время. Далрес хочет пить Тед Голдинг. Вот, Тед. Окей. Вот так. Так, вот так. Хорошо. Давай, Тед. Удачи. И там ты справишься. Пусть он вернётся. Голодный. Больной. У нас есть аптечка. Ничего страшного. Я думаю, он выживет. Либо Далрес чувствует себя хорошо, либо она просто не знает, на что жаловаться. Ты отправилась на поверхность. Мы надеемся, что он вернётся в ближайшее время. Окей. Нет, подожди. Стой. Давай зайдем немножко Даллес водички. Пусть живёт. Пока армия не придёт, они сообщают, что им нужно как можно больше деревьев. Мы не знаем их планы, но кажется, нам придётся подчиниться приказу. Давай сходим за деревьями. День 33. Топора нет. Ну-ка. Мы срубили очень много деревьев. По крайней мере, мы сделали всё, что могли. В следующий раз они обязательно выйдут с нами на связь. К сожалению, мы сломали топор. Если бы с Даллес что-то произошло, мы бы написали об этом. Так. Пустоши полны сюрпризов. Сегодня пришёл человек, который может дать нам больше за достойную амуницию. Будем торговаться. Ну давай шашками. Они всё равно у нас валяются без дела. Попробуем? Сука. Вы слышали, да, это смех? Вы его слышали? Вход нас обманули. Вы предложили шашки вместо боеприпасов. Продавец был смущен и намекнул, что ему нужны боеприпасы. Но мы притворились, что ничего не понимаем. Это было очень забавно до тех пор, пока не ушёл с нашими шашками. Мудак. Если бы с Даллес что-то произошло, мы бы написали. Понятно. Наши убежище посетил человек, который мы не знаем. Он сказал, что он был бухгалтером. И сейчас он торговец и игрок. Он предложил нам сыграть в карты на две бутылки воды. Согласимся? Нет. У нас есть вода. Пошёл нахер, ублюдок. Пошёл в жопу. Нам это хватает. Ооо, Тед вернулся. Фонарик принёс. Красавчик, красавчик. Рош, Тед. Игорный бизнес. Какой игрный? Ты переводил этот текст. Игровой бизнес, это ужасно. Какой пример мы подаём детям? Нам нужны припасы, но мы не будем получать их таким способом. Мы скорее играем в кого-нибудь. Мы поставили этого человека отсюда. Скатерть и дорогу. Ну и правильно сделали. Если бы у нас не было воды, ещё как-нибудь можно было бы поторговаться. Но вот это у нас есть. Тед успешно вернулся из своего путешествия на поверхности. Это может показаться паранойей, но мы думаем, что кто-то шёл за нами на езде. Нам нравится наша улица, особенно во время празднования национальных праздников. Все декорировали свои газоны и дома. Чаще всего это было весело, но сейчас улица не выглядит так, как будто мы что-то празднуем. Даже в следующие сто лет мы не увидим здесь праздника. Но в любом случае мы должны поискать разные припасы в этих обломках. Оказалось, что мистер Дженникс в будущем страдал от своей фантазии. Мы обнаружили несколько бутылок с этикетками, с алкоголем, но по вкусу они абсолютно как обычная вода. Таким образом, подумаю, что он не смог. Плюс одна водичка, неплохо. Группа детей играла в войну в соседних руинах. У них было много... У них было много... А, вовсе... Не игрушечного оружия. Как хорошо, когда будущее поколение находят лучшие стороны войны. Они даже разделили с нами часть боеприпасов. Обломки сформировали своего рода тоннель. А в конце тоннеля мы увидели яркий свет. Мы были поражены и напуганы. Нам было любопытно. И скоро мы обнаружили, что это фонарь. Там должно быть немного воды. Нам нужна Доларес. Тед Голден. Тед Зародился Чеченко. Ты действительно устал. Тед, давай лечись. На тебе воды. Доларес, Доларес, Доларес. Жажда, жажда. Все понятно. Давай, в позиции. Тед, живи. Живи, мужик. Ну, ты уж никого мы отправить не можем. Да и не надо, я думаю. Будем ждать военных. Нам трудно находиться здесь. Но мы должны сделать из него место получше. Иначе... Всем каюк. Так, Тед. Что ты? О, нормально. О, тут стало иззанучено. Вроде здоров. Так, если бы Доларес что-то произошло, мы бы написали об этом. Животе Тед урчит. Тед больше не болен. Давай, Тед покушаем супчика. Так, смейте все. Чем больше мы знаем. Давай, давай, давай. Надо радио послушать. Тед, седьмой день. Ничего. Ничего, ничего, еще раз ничего. Мы не слышим эту радиостанцию. Может быть, повезет другой раз. Доларес должна что-нибудь поесть. Доларес отдохнул, как голоден. Давайте покушаем. Так, Доларес прекрасно себя чувствует. Нет. Пока сидим в себе. Опачки. Сегодня нас навестил торговец. Продавец. Он представил, как будет ли. Видимо, бизнес процветает даже после конца света. Так, что у нас с карты? Так. Я вам. Ну, вернее, карты. Я вам супчика. Так. Так, 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 так. Подожди, а что у нас там? С супом вообще. Нет. С едой у нас пока все более-менее. Поэтому, меняться не будем. Этот продавец был довольно дружелюбным, но он не вызвал у нас никакого интереса. Интереса. Вода, все, чего хочет Доларес. Животед, это урчит. Ты должен выпить, что-нибудь в ближайшее время. Окей, окей. Так. Мы слышали звуки стрельбы. Мы слышали звуки стрельбы и крики. Очередные бандиты и контролёвы хватало. Конечно, Доларес. Ты чё? Чё и засилует тебя? Как нахер сидит дома лучше? Незнакомец с тачкой, заполненной разными товарами, сегодня забрёл к нам. Он утверждал, что он торговец и предложил нам бартер. Ну, то есть, обмен, да, получается? Нет, чувак. У нас... Воды достаточно у нас. Не нужна вода. Так. Мы отказались от торговли. Надеюсь, мы сделали правильный выбор. Но торговец был не слишком этим доволен. Доларес в прекрасном состоянии. По крайней мере... Нет, у него всё отлично. Окей. Армия вновь начала вещание. Они просят представителей всех живых групп встретиться в указанной прилегающей территории. Кажется, они хотят провести опрос среди людей, прежде чем эвакуировать нас из зоны. Мы не уверены, хорошо это или плохо, но это у прежнего наш лучший шанс. За любой шанс, за каждый шанс нужно держаться. Я думаю, давай, Доларес, сгоняй там, проверь. Ещё-то как, может, повезёт, не знаю. Ты уже здесь, что ли? Ну-ка. Мы вовремя добрались до места встречи. Салаты задали нам пару вопросов, и мы ответили на них. Странно, но рваная внешность не произвела на них плохого впечатления. Мы рады увидеть Доларес после успешного возвращения с пустоши. Доларес в прекрасном состоянии, по крайней мере, в прекрасном померку маленького убежища. Следовательно, не произошло ничего нового. Ладно. Нет, все сидим дома. Слышите это? Звуки идут снизу. Пора проверить люк в углу убежища. Он был заблокирован с того момента, как мы зашли в убежище. Ну, нариком посмотрим там, узнаем, чё почём, чё да как. Давай глянем. Траву. Ушиб, твою мать. Это херово. Что за чёрт? Мы еле остались живых. Это был гигантский мутировавший крокодил. Охереть. Или алигатор. Или что-то с гигантской челюстью и сотни зубов. Кто-нибудь ранен? Либо Доларес чувствует себя хорошо, либо она просто не знает, на что жаловаться. Так вот эту должен лупить. Ну, это большая травма. Сука. Аптечки-то у нас нету. А Доларес, попей водица. Давай, Доларес. Нужна аптечка. Будем надеяться на тебя. Что ты найдёшь что-нибудь для своего мужа. А сломанная винтовка даёт нам чувство, что мы в опасности. Давай починим, посмотрим. В бойскауте что-нибудь. Я думаю, Тед разберётся. Он же мужик, как-никак. Где 42-й? О! Готово. Винтовка починина. С помощью руководителя юного бойскаута мы смогли привезти винтовку в рабочее состояние. У нас даже остались лишние детали. Доларес в прекрасное состояние, по крайней мере. Угу. Если эти раны когда-нибудь заживут, то вот это будет неприятная шрама. Вот-та-дам. Некоторые из нас смелее готовы быть на поверхность. В целом случае пора выбраться наиболее посудим. Давай, Доларес. Удачки. Живи. Так, ну Тед у нас. Ну ты чё? Живи, мужик. Только не дохни. Доларес на пути к поверхности. Будем надеяться, что она вернётся в целости и сохранности. Животи-то дурчит. Давай, Тед. Ещё водички попей. Может, получше станет. Группа бандитов находится у нашего порога. Это не игра. Либо мы сдаёмся, либо даём отпор. Иного не дано. Давай. Ты от херачих с ружья. Хо это всякие. Чё, нормально всё? Мы были в состоянии защитить наш дом в этот раз. Что делать, если они вернутся к кому-то? Встанно вроде всё в порядке. Даже если мирный год-то понятно, да. Напишут то же самое всё. Это не лучшее время или место, чтобы строить планы на будущее, но мы не можем не думать о том, что бы мы могли сделать в этой ужасной ситуации. Наш дом всё ещё стоит. Или мы должны переехать в заброшенную дыру? Как Торонто. Кто? У меня 45-й. Так. Теджи Вен, ты чё? Ты же мужик, держись. Наш переезд, вероятно, мы обсудим это после того, как выберемся отсюда. Если тираны куда-нибудь заживутся, да-да-да, вот шрамы. Шрамы крушают мужчину. Теджи Вен, ты чё-то и всё нормально. Чё страшного? У нас в планах есть лечение ран. Они не заживут, и скоро может быть намного хуже. Вы же знаете, что случится с Тедом. Что же не случится? Ничего себе, всё будет нормально. Сейчас, Доларис, принесёт аптечку. Всё будет чуки-пуки. Я надеюсь на неё. Тед, ты главное... Это... Ну ты держись. Ты не унывай. Всё очень плохо. Если мы не вылечим раны в ближайшее время, последствия будут намного хуже. Ты заразился какой-то хероборой. Тед, давай, переводицы. Может, получше станет. Труба бандита находится. Да-да, вы чё, суки, охерели, что ли? Ну-ка, давай ты... Прыгани-ка их. Этих ублюдков. А чё, где-то Доларис. Мы были в состоянии... Мгм, тест я ещё не вылечился от его болезни. Будем давать нём по баночке воды. Может, получше станет. Мы проснулись со стуков в нашу дверь. Они должны прийти завтра, но стук... А, слышится правдоподобно. Глажно ли мы открыть дверь? Сука. Ну давай. Давай откроем, посмотрим, кто там. Если это бандиты, то это всё, ребятки. Это пистиг спал. День 48-й. Оп, твою мать. Какого хера, а? Чё это было? Мы открыли дверь, ожидая увидеть добрые лица. Но мы были побиты. Нас связали, заставили смотреть, как банда рейдеров грабит наш дом. Это был первый раз, когда мы подумали, что убежище это наш дом. Все наши запасы были украдены. Не осталось ничего, только пара сломанных предметов. Мы не знаем, что мы будем делать. Ебаный в рот. Сука. Охереть. Вот этого я вообще не ожидал. Вот этого, ребятки. Я никак не ожидал. Всё, смотрите, всё вынесли. Всё почистую. Столько было припасов, а? Я думал, сейчас всё будет... Чики-пуки. Дождёмся в военных и... Свалят с этого бункера. Твою мать. Вот это поворот. Охереть. Ребят, я в шоке просто. Я просто в шоке. Чем тебя кормить? Чем ты? Твою мать. Сука. Да, это очень трудно. Даларес. Дорогая, ты где там? Пропало что-то? Не, ну... Ребят, это всё. Он голоден, болеет. Уши пустала, замученный. Просто всё получается. Всё в кучу. Прошлая жизнь отличается от этой. Мы должны думать о завтрашнем дне. На животе это дурче. Да что я сделаю? Ничего я не сделаю. Сиди. Ты чё? Сиди давай. Никого в туги. Голыми руками давай пытайся. Наконец. Ну всё. Твою мать, блядь. Извините, ребят, конечно, за мат. Это вообще... Второй заход бандитов. Я вообще, ребят, в шоке. Как так можно было вообще... Просто всё вынесли. Всё. Неизвестно, что будет с нами дальше. Теперь наша судьба в руках бандитов. И скорее всего, хорошим это не кончится. Да. Вы продержали 50 дней. Полтос. Ну, как можно было вообще всё вынести? Всю хату? Как? Убежище было ограблено? Да. Почувствую вообще. Эталарез была похищена. Офигеть. Чьи ещё и похитили. Вот это да. Я-то думал, мы сейчас... Уже обрадовался. Ну, сейчас военные придут. Сейчас спасёмся. Ну... Твою мать. Не судьба. Ну, ребятки, я не знаю. Попробую, наверное, ещё раз как-нибудь. Я всё-таки хочу добить. Хочу выжить всё-таки. Дождаться военных. Так, ну чё. Всё, наверное, здесь закончим. Такой вот неожиданный поворот. Не ожидало совсем такого расклада. Ну, ладно. Если вам понравилось это видео, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал и продолжим уже в следующей серии. Попробуем держаться военных, всё-таки выжить, продержаться. Всё, ребятки, всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok